Виталий, ну как так? Ты куда-то не туда поехал, что ли? Снег-то, помню, мокрый. Разве штурмал тут ни при чем. Думаешь? Виталий, может ты и зря его взял? Ты думаешь, он какой-то не такой? Заметь, я такого не говорил. Все? Ааа, тоже не. Смотри, как надо, видал, видал? Да, снег мокрый. И мы что-то попробовали, у нас не получилось. Ты травился, нет? Нет, а смысл у меня 20-е? 20-е, ты думаешь, клиренса хватит? Там ребята, смотри, все стоят, все приклеились. Задрался по максимуму, а там как повезет. Понятно, тут у тебя что по мощи? Ну, 3,6, 286 сил. Ну, мощность тут хрен его знает. Вот блокировочка с завода здесь была, но предыдущий владелец ее снял. Снял. Да, без блокировочки, конечно, грустно будет. Ну, ладно, будем надеяться на клиренсы, на святую резину. Да, и самое главное, вот на это название. Кратчероки. Нивы, которые не едут. Да, Нивы, которые не едут. Я забыл, здесь заварка у него или что? Да. Везде заварка? Нет, зад. А, зад заварка. УАЗовские колеса стоят. Тойота тоже не едет, да? Куда уж пикап с Нивой сразу? Там баталии в часе. У вас с Нивой тут пикап. Ну, что, давайте я вас спасу всех. Лебедочкой всех вытащу. Все-таки Нива может. В Судраме застрять? Я уже выехал. Протаптывает и едет. Что с Нивой, не так непонятно. Проехали, а Прадик за нами. Не получилось у Прадика. Видите, укопает. Хотя, по Клиренсу, я думаю, он должен быть выше. Мы стравились. Ну, примерно 0,6-0,7 примерно я стравил. Грязевая резина у меня. Да, смотри. У него шипы. И, да, почему-то не проехал. Хотя, по Клиренсу, смотри. У нас, мне кажется, меньше. У нас яблоко, да? Да. Отравились вообще? Вот тебе Прада. Управляй мечтой, да? Все. Иди сюда, иди. А что он резину нацепил? Нива едет, Нива едет. Давай, иди вот здесь объеду. Давай. А дай тебе покажу, где я еду. Поехали. Вот здесь вот. Поехали, я с тобой. Поехали, я с тобой поеду. Куда? Я вперед, Нива. Да, Нива первая. Давай, вон туда, там вторая. Давай, иди. Покажи, как Нива не может. Грязевая резина тоже стравился. О, смотрите, Нива прошли. Прадики нет. Ну, без проблем. Значит, все поедут. Ребята, первые пониженные. Стравленные колеса. Потихонечку мы прям... Я без газа еду. В лесу бывает. Занижение 307. Считался вперед. А вы? Снила 0,07. Смотри, по УАЗовской клее, как четко. О, видите, нас заметили. Ну, неплохо. Веталий, ну как дела? Свою клею пробили, представляешь? Конечно, да. По клею Димке-то. Нива рулит в итоге. Ну, да, я видела вон там, да, они заедут. Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд покататься. Ну, у нас сегодня плюс один. Снега прилично. И снег мокрый. Как видите, машины вообще не едут. Мы хотели доехать до одной локации. Ребята на патрулях, вот они сидят, тоже копают. Здесь тоже ребята в основном. Все сидим, все сидим. Все копаем. Кто-то, если уверен в себе, то они пытаются проехать. Остальные пока нам тяжело, ребята, тяжело. Но до локации доехать нужно. Пробиться. Ну, и все. Ну, ты что? Ну, и что ты замер? Давай, иди долби дорогу. Вот хочу сказать про занижение. Блин, вещь классная, занижение. Потихонечку двигатель не напрягается. Колесики медленно крутятся. Я вот за киту УАЗом пытаюсь проехать. Ну, у него колейность сами представляете какая. Потихонечку, помаленечку. Вот Нива, да, смотрите, у Стаса. Двигатель доработал. Блокировочки, колеса большие. То есть, каких-то проблем двигатель не видит. Крутит добротно. Но все равно, в стену, когда упрешься снежную, никуда, ни на чем ты не поедешь, да? Правильно? На Ниве надо потихонечку, наверное, вот так вот пробиваться. Конечно, вот здесь вот и под двигатель поинтереснее, помощнее пробивает. Ног и клейринса нам немножко хватает. 3 сантиметра мы сделали. Так, а вот они, цепи, цепи, цепи. Работают. Я вот еду за киту УАЗом, потихонечку набил, поклейринс я тоже прохожу. Ребята, первые, кто стоят. Даже у нас Хантер. Тяжело ему ехать. Снег сырой и снега много у нас. И сегодня, так сказать, кто, какая лучшая машина, такого нету пока, чтобы определиться. С первого раза у нас никто не проезжает. Никто не проезжает. Вот, если посмотреть на эту Ниву. То есть, у нас здесь и двигателя хватает, и двигателя хорошая. Здесь, без упрочива, выклад тоже переварили. Но ничего, неплохо, неплохо. Не знаю, как она греется, или не греется, но интересно посмотреть. Крутит неплохо. И на этом все. Здесь вот спор, ребят, тоже только что справился. Все справился, а это вон туда дальше выйдет, посмотрим, кто кого проезжает. Кто вообще едет? Ну ты согласен, кто тебя вынес? Нива или УАЗ? Потому что у УАЗики вперед тоже уехали. Потому что мне не давали хода. Сейчас открыли мне дорогу, я поехал. Да началось, ходу не давали всего. Я так думаю, это везде, да, эти проблемы? Какая машина лучше? Это, это дружба. Это оговоры, мы шутим, конечно, все. Да, это дружба, так. А иначе зачем грустить, и так все плохо. Да, да. Все равно согласитесь, пытаетесь. А я сил. Никто у нас полноценно не едет. Блокировки? Да, самоблоки, блокировки. Так, ведь я дверочка приехала. Грустовый, грустовый. О, хорошая. О, блокировки сработали, ребята. Шевелится у нас. Ну, по крайней мере, шевелится. Это пятка. У тебя только назад, да, цепень? Чуть левее уходите. Как мы можем заметить, из едущих машин только УАЗ. А остальные, как бы ни старались, как бы ни хотели, стоят и копаются. Так что, вот оно, преимущество УАЗа. Там, где патрули проезжали, потому что, ну, биться, блин, это очень долго будет. И вот здесь мы катимся на первой пониженной, двигатель не рвем, полторашечка оборотов, потихонечку, помаленечку. Тих-пых, и мы едем на грязевой резине. Маршрут получился, ну, очень сложный. Потому что, во-первых, очень много снега. И снег мокрый. Чуть буксанул лишнего. Закопался, прокопался и не едешь. Вот в этом-то вся проблема. Чего, как успехи? Он тяжелый, его даже копать тяжелый. Вот утащил в сторону. Ну да, и ты на родной резине катаешься. Ну да, понятно. И выезд нам тоже, вот смотри, там перекрыли, не можем выехать. Резина такая, серьезная у него. Еще раз он. Неплохо. Ну и он же тяжелее обычно, неужели, даже бронированный. О, отлично. Едем. По другой дороге, пока Антоху вытащили лебедкой. Вот здесь ехали патрули. Ребята, вон они стоят до сих пор, но патрули проехали. Ну и мы решили здесь поехать, спустился и все. Колеса у меня даже землини не достают, пока поклеиваются. Сейчас меня дерзнем и попробуем вот этот участок пройти. Мы проехали патрулы на 40-х, на 35-х колесах условно. Мы на 16-х не едем здесь, вообще не едем. По Клейненцу не проходим. Проехала буквально метром 100 и все. И вся наша колонна получается, кроме УАЗов, кроме патронов, мы нифига не едем. Ребята тоже там сидят. Кто на больших колесах, кто-то проехал. Вот Дастром толкаем Нью. Тревел впереди стоит, постоянно его вытаскиваем. Надо было травиться ему, он полтора раз травился и не едет. Короче, я уже устал его вытаскивать. Ребята, там стоят все, кому надо, уже проехали, уже там чай попили. Вот. Мучения, одни мучения. По мокрому снегу травиться надо в ноль. просто-напросто. Проваливаешься глубоко, очень глубоко и очень тяжело ехать. По занижению скажу, что рекомендую устанавливать занижение. Двигатель работает легко, не надо рвать. Первое подъездное включил и потихонечку скатишься, короче. Вот такие дела. Лакировочки тоже сейчас помогают. Резину стравил 0,6-0,7. Вроде как бы едет нормально. Жень, кто из нас доехал? Вернее, кто из компании из общей компании доехал? Только два УАЗика пока? Пока, да. В итоге у нас два Патрола, два УАЗика, один Вранглер и одна Тойота Хайлюкс. Ждем остальных? Ну, пока ждем, соответственно, тут цифончик пробивается. Ну вот, ждем небо воду и всех остальных. Пока ждем. Небольшой перекус. Вкусный чай? Да. Замечательно. Жень, ну как тебе дорожка? Мне понравилась. Как раз та грань, когда уже не едете, или не едете. Не волнует, правда, долго, ничего? Ну, они, как вести на русский, долго запрягают и быстро едут. Ну что, мы тоже доехали. Ребят с большими колесами, блин. Тяжело было, очень тяжело. Большую часть, конечно, ребята не доехали. Буксуют. Но у нас получилось. Еду до сих пор. Да, бля, это тяжело, стега до херя. Просто до хрена. Да, и вот мы после этих ребят там Да нет, едет, едет. Я говорю, там за вами поехал. Нырк, блин, колеса повесли. Все, я не могу ехать. Кое-как меня вытащили. Думаю, ладно. Здесь поехали тоже. Нива Тревел там встала. Я раз 50 лебедкой туда-сюда, туда-сюда. Ты, Виталь, понял, что кто рядом сидит тоже очень важно, блин? Да, да, да. Да, этого тоже вытаскали. Час, час потерял времени, таскал. А вот, что нам сказал, Горде, я с Нивами, Горде, больше не... Ну ладно, самое главное. Переписывайте меня в УАЗы. Доехали. Все, кто смог, все приехали, правильно? Да нет, нормально. Нет, просто надо было вот отсюда начинать. Видишь, здесь, когда-то поедем потихоньку. Ну да, согласен. А тогда так неинтересно было. Ну, с другой стороны, да, в лесу. Все мы доехали. Тогда бы поняли, где стоящая Нива, а где нет. Конечно, нет, ну там ребят стоит, это вообще жесть сколько. Просто я, я думал, что хорошо, что снег топчется, я думаю, что мы на топчем, мы поедем все. Не до конца он проводит. А там, видишь, этот, тирок, все, домой поехал. Я, как, не могу ехать. Сура прилип там все. Ну, у меня 0,3 в колесах. Пока 0,3 я не с этого, не стравил. Хитрый, да, пошел. Ну, я, ну, 0,7 стравил и поехал. Пошли в так мало. До 0,5. Посмотрим, как на 0,5 поверить. Удобная штучка. Надо себе такую приобрести. Еще чуть-чуть. Вот резина у меня корт двойной. И когда единицу травишь, ну, в принципе, не видно. А вот, смотрите, 0,5 стравил, уже какая-то лепешечка у меня появилась. Ну, вот, посмотрим на 0,5. Вот Дастер толкает Тойоту. Видите как. Да. Леха, что, Тойота не едет, ты ее толкаешь? Нет, просто в виде намещарил. Да я замучился китайца толкать был, впереди себя был. Вот про эту Тойоту у меня видосик был. Вот тащит, блин. Весь, конечно. Ну, ребята, попили чайку, посидели. Я остановился до 0,5. Сейчас едем. Впереди идет патрол. Потом идет... Подготовленный уазик. Да, подготовленный уазик. Да и патруль тоже непростой, в принципе. Да, и мы на Невасике. Сзади нас тоже патруль едет, по-моему, да? А его не видать, но... Да, вот, чуть-чуть его видать. Решили мы поднять статус Нивоводов. Показать, что все-таки Нивы едут. Потихоньку, помаленьку. Как бы там личное пошло. Да, тут говорят, что Нивы, Нивы. Нет, конечно, преимущества уазов-то есть. Однозначно. Они едут интереснее. Ну, тут еще вопрос клиренса, конечно. Кое-где колейность проваливается. Вот, и для нас это, конечно, тяжеловато для нас. Ну, пока, видите, мы проехали. Все, в принципе, стравились. На патруле 0,3. Вот Женек у нас едет. Говорит, пока 0,3, говорит, я не стравил. Говорит, тогда понял, что машина поехала. Лепешки хорошие. Вот, впереди Патриот едет. Тоже колеса большие, тоже травленные. Мы вот ставились. Сзади, не знаю. По сути, впереди идет два патруля, по-моему, да? Один патруль идет, у УАЗики мы третий идем. Нет, наш патруль обогнал. А, обогнал, да, да. Два патруля, Патриот, мы на Ниве. И сзади мы видим, что едут два УАЗа. Патриота. Вот. Поэтому пока так. Приехали на горочку. Бля, вот это дурилка, ребят. Вот это, да, мощь. Супер. Ну, я не знаю, как после него кто-либо здесь будет проезжать. Во-первых, вон, такую колейность накапывает. Потом поедет еще патрулек, Патриот, и мы поедем. Супер, супер. Сложности подъема. Здесь лед. Правая сторона цепляет. Идем на подъем. Колейность хорошая. И упираемся в метр двадцать снега. Женя его начинает тащить, а там у нас однажды. Ну, ой, я что, у тебя есть, я тебе не знаю, у меня не дело остановилось. А там под снегом, ну, грубо говоря, вот такая. Что, не портануло? Нет. Нет, там зеремет хорошая. О, нет. Нет, копать я так. Опа. Назад, назад, назад. Ну, что, визевая резина. Посмотрим, как заедет. Очень скользко, под снегом лежит лед. Что с левой, что с правой стороны. Здесь попадает на лед. Да нет, смотри. Ну, вот. Ну, вот она вся и проблема появилась. Видишь, блок не хватает ему? Там сам лед. Да, потому что там лед. Я думаю, что надо останавливать машину, лебедиться и наверх тянуть. Потому что сейчас он накрутит, накатает. Я про что и говорю. И будет вообще жесть. Так, давайте, ребята, наверное, его залебедием, чтобы он здесь нам не нарывал больше. Разматываем лебедку. Цепляем за второй и вытягиваемся. Потому что по-другому у нас не получится. Давай, еще чуть-чуть. Вот таким образом поднимаем автомобиль на подъем. За счет двух лебедок. Руль влево, 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 влево. Вот так, держи. Как думаешь, твой патриот шанс есть подняться? У тебя вроде липучка. Липучка, только блокировка сейчас нерабочая. Подъем такой, добротненький, хороший. Ну, очень интересно, конечно, как поедут. Ну, вот именно, как раз машина начинает нагрузку, да, вот, заезжать. Ну, здесь вот диагональ. И попадает. Да, и диагональ. Здесь вот диагональ, вон там диагональ. И самое главное, налет попадает. Ладно. Этот патруляка, в принципе, выезжает. Сейчас будем смотреть, как заедет патриот. Патриот. Ну, посмотрим, как будет работать лебеночка. Вот вам липучка. Проехал намного интереснее на липучке, намного. На грязевой резине так не едет. Причем здесь нету никаких блокировок. У него как бы пневма, но шланги порваны и не работает пневма. Один трос, вторую динамку цепляем. И как раз три динамки получится. И потянет он его, получается, уже без лебедки, а своим ходом. Женя будет помогать, но я думаю, что получится. Самое интересное сейчас нам ехать на ней. Как это будет выглядеть для нас, для Невасика. Мне вам даже интересно. А сейчас он сам поедет уже? Все, он сам едет, да? Он сам едет. Ну что, сейчас мы поедем. Ох, кто ты! Ой, господи! Очень скользко, ребята. На этом месте. Коварное место. Не копай. Хороший боксователь. Хороший боксователь. Эх, чуть-чуть. Смотрим, как вот этот вот проходимец поедет у нас. Едем потихонечку. Совсем потихонечку. Попадает на лед. Я так понимаю, он сейчас траекторию себе набьет. Видишь, он скатился. Как ему надо. А сейчас, наверное, топнет. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. У тебя колеса на лед попали. Все одно и то же. Сверуйся. Независимо от резины уже, да? Да, тут уже на одном и том же месте все. Единственное, заехал патруль, первый который, потому что не было льда. Потому что еще не накатано было еще. Да, не было не накатано. Потому что не было льда. Сейчас под снегом офигенный лед. Все правильно. Поэтому только все здесь и сидят. На одном и том же месте, кстати. Согласен. Красавчик. И поехали. Вот здесь, возможно, на зимней резине, на шипах. Вот у нас Дастер скоро подедет. Он на зимней резине. Шипы. Возможно, он здесь продедет. Но это мы надо посмотреть. А главное, что всех таскает один и тот же патруль. Ну, слабовато, да, получилось? Ты вообще не сравнился, что ли? А они все такие. А ты что, крюки-то не приварил? Игорь, еще не успел. Все, отходим, отходим. Не дрочи его. Просто ключи зажигать, чтобы руль не клинит. Игорь, не дрочи, поднимешься. Где-то, видать, опять на массу. А ты думал, патруль сила. Да уж. Ну, это я не спорю. Сейчас заедет. Куда-нибудь. Нет, не фартанола. Вот его просто поставили на другую траекторию. Сам встал. Да, чтобы... На повышенную не захотел. Ну, давай, пониженную пробуй. Ничего, какая повышенная. Зимняя резина, шипы, все дела. О! Диагональ встал, и все. И все на этом. Давай, давай газу! Порошок газует. Все, стой, фиксируйся, фиксируйся. Все, не мучай. Долго мы здесь, да? На этом подъеме каждого вытащить. Каждого зацепить. Как впечатление на подъеме? Нормально. Нормально? В этот раз не так страшно, как на бухгалке. Ну, все, сейчас потяло. Резина не гребет. Так бы заехали. Почему не гребет у тебя самая хорошая резина? У тебя зимняя и шипованная. Шипов-то нету. Ну, как нету? Ну, это все равно резина лучше, чем наши грязевые. Понимаешь? Но грязевые вообще не есть. Вот что тут случилось с этим подъемом. Как вы можете видеть, тут вообще просто льдина. Вот, ребята заехать не могут. Придется всех таскать тросами. Ставки у нас на Duster. 1.6 резина. У меня липучка. Ой, липучка с шипами. Блин, такие надежды были, а, Лех? Все-таки надежды были. Почему-то думали, что Duster заедет. Вот прям мы думали. И накатал Алексей нормально. Но все равно даже зимняя шипованная резина в такой гололед нифига не спасает. Да, Алексей? Плюс тут еще вправо сразу стаскивает и все. Так что дело даже не в резине здесь. Просто сложный маршрут. Скользко. Вот такие дела. Алексей, ну что вы скажете? А я вылезу. Что? Я вон мордой раз. Дрожный. Ну все, подровнял уже. Можно ехать. Да, все, теперь уже нельзя. Назад я уже не поеду. Меня утащат вон туда. А я тут уже не вылезу. Все, Duster так же цепляем. Там кто? Все, Женя на патруле, да? Вытаскивает всех? Молодец, конечно. Вот в нашем деле, джиперском, без шаклов, тросов никак и никуда. Вообще никуда. Очень скользко. Ну все, элипуирует. Смотри, смотрите. Ни хрена себе. Что, оторвался? Да. Вот тут мягкий шакл от компании T+. Надеюсь, выдержит. Все, расходимся, поехали. Прячемся, да, Старгин. Давай, пробуй. Сам выдержи, Лех. Чего ты, давай, поехали. Лед какой-то снял, да, Витар? Вот этот лед вот то, что? Конечно. Лед вообще жесткий. Что очень скользкий. Коварный. Лед вообще галенький. Галенький. Поехали. Тут не в горку, просто так ты хрен тронешься на нем. Все, натяжка пошла. Давай. Ох, бля. Это что, самое интересное, дальше-то он сам уже идет. То есть вот этот вот. Вот этот только маршрут, да. И здесь как раз себя вправо кидает, и все. Пробует, накатывает. Так, здесь большие колеса. Сзади заварка, по-моему, он говорил. Да, сзади заварочка. И по старту пойдет оттуда. Прошел. Прошел. Стой. Нет. Так ты, чуть-чуть, бля. Хорошо, хорошо пошел. Хорошо. Тапочки широкие. Вес Нивы легкий. Красавец. Отойдите, он еще раз. Давай, давай, давай. Заварка же, правильно сказал? Или здесь что у тебя забыл? Ничего не, да? Стандарт. Ты сейчас накатываешь, да, пока? Вот здесь вот лед, попадаем в лед. Ну все, давай назад. Будет гонить. Конечно, интересно. Тут самое интересное, вот старт. Правильный старт. Все-таки налет западаешь. Налет попался. И все. А так да. Не ругайся. Так, все, остался у вас последний автомобиль. Дима. Так, тоже грязевая. Дим, травил же, да? Не помню. Здесь у него все сток. Все стоковое. Та же горочка. Так, где бы решил накатать отдельную себе траекторию. Не там, где все едут. А именно, чтобы, я так понял, чтобы колеса не попадали на лед, да? Ну да. Ну, мне кажется, там вверху закидывает. Ну да, вот я все врачу и говорю, сбежать. Там, считай, все и теряется. Да, траектория там теряется. Сейчас накатываем. Газ-палас. А вообще, конечно, на Хантере мне нравится. Прикольно кататься. Патриоты, Хантеры. Сильно отличаются они от НИФ по классу, по проходимости. Очень сильно. Как бы НИФ ты ни строил, все равно УАЗы это совершенно другой класс. Как считаешь, Дим? Ну, как бы да. УАЗ все равно более, как сказать, жизнеспособный. Экземпляр. Ну, и попроще ремонтируйте, мне кажется, все равно. Ну, есть, опять же, все равно, конечно, свои сложности. Нюанс там есть. У меня и НИФ есть, поэтому есть, как говорится, с чем сравнить. Ну да, согласен с ним. Поэтому. Мне УАЗик больше нравится. Сидишь высоко. Давай-ка попробуем. Так. Ты назад насет. Ты все прям готов? Нет. Еще разок. Еще разок. Давай максимально назад. Потому что все уже накатано жестко. За второй. Давай-ка. 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 Все равно направо уходит. Налет попал и все. Да? Пробах еще разок. Я хочу другу вот в траектории, чтобы не было китка вот этого. А как-то не получится, Диман. Надо как-то вот так вот так вот так вот так. А, если по этой траектории. Ну давай. Валим-валим. Валим-валим. Вторая пониженная. Нет-нет-нет. Налет попадает и все. Все-таки МТ-шка. Да хотя и МТ-шка мы думали, что Дастер заедет, да? На шипах. Дастер на шипах. И ни хрена не заехал. Все тоже самое. На данном случае, что на МТ, ребята, что на липучке. У всех один и тот же. Держи ее вправо и все. Теряешь. Нормози и все. Хороший. Да, еще раз. Вот он здесь теряешь. Раз, вправо и все. Все, давай. Хороший. Винкуируйся. Еще раз. Я только во вкус вошел. Нет-нет-нет-нет. Хотя сейчас он полет меня. А, выше. Оба, опять. И все. И все. И все. И все. И все. Без болезняк. Давай, последний раз. Наверное. Все. Вот так происходила эвакуация со всеми автомобилями. Не надо сейчас. Троста мотать. Все уже намотал. Все. 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 Эвакуация. Вообще по другой траектории. Смотри. Юрл и Палыч. Юрл и Палыч. Юрл и Палыч. Юрл и Палыч. Вот этот техник. Да. Доехал. Красавец, а. Да. Красавец. Блин. Красава, конечно. За патрулем едем. То есть по следу патруля. За счет того, что вот мы стравились. И между прочим... Короче, стало подмораживать. И кажется, как-то поехало поинтереснее. Быстро. Не хочу по следу патруля ехать. Потому что перед сейчас плюхнется на его колейность. И все. Я не смогу. Что-то вот здесь, по-моему, да? Смотри. Глубоко. Чуть побольше. Вот. Вот. Что я боялся. Видишь? Что я и боялся. То, что клиренс у нас не тот, ребята. Не тот. Вот. Смотри. Смотрите. Только я толкаю. Да. Подержи. Да. Носколько толкается снегом. Нас пытаются за лошадь. Ой, вы приходите не вернуть его, да? Смотри, поехали. Да. Если он не пройдет, протащу. А потом уже можно. Да. Опа. Верну. 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 Ага. Хорошо. Это было. От singermii. Для меня следует. Это было давным лозом. Переду не хватает. Да, да, выезжайте, да, выезжайте, да, начисленная дорога. Здесь еще и ямка. Да, смотри, какая колея. Ёл-балка. Она все вправо сносит, понял? Да, за патрулью он, блин. Объявляемся. И все. Сядем сюда. Думаю, упираемся рычагами. Так, ну все, ребят, посмотрите, что-то кипятятят. Мы к машинам, наверное. Мы сейчас будем немножко это. А сейчас вот. Да вот сюда дорогу будем. Активо. Значит, не дай. Будем толкать снежочек. Уже обледеневший. Неплохая горка. Все, мы селились. Я думаю, мы сели. Ты не слишком не разгоняйся. Так, давай потихонечку. Чтобы не съесть. Красота. Молодца. Друзья, наши покатухи, наверное, все, подошли к заключительной части. Патролы. Хантер. И я выехал. Ну, как видели, за патролами очень тяжело ехать. Все остальные ребята, ну и китаец, который синий у нас поломался, его тоже вытаскивают. Сейчас Евгений накатывает трассу. Я накачиваю колеса и поедем уже домой, ребята. Кому понравился видосик, пишем комментарии. Ну и всем пока-пока. Холодно становится. Холодно. Населенный пункт, трасса рядом. Подъехали. В принципе, без поломок, без каких-либо таких глобальных. Все у нас нормально. Теперь можно точно сказать, что мы все живы-здоровы и едем домой. Продолжение следует. Продолжение следует.